Слава Богу Ребята, привет! Дорогие друзья, сегодня у нас на квартирнике особые гости. Квартет «Премьер». Ребята, садитесь. Дорогие друзья, еще раз добрый вечер. Ребята уже все на своих местах. Как вы знаете, «Бойс Бэнд» — это группа, состоящая преимущественно из мужчин. Сегодня у нас настоящие мужчины, а конкретно представить их всех поименно. Слава, я попрошу тебя. Да, начнем с тенора первого — Александр Немечинов, тенор второй — Владимир Белоусов, бас-баритон Александр Курманов и меня зовут Вячеслав Дюднев. Я баритон. Слава, ну вы же не одни пришли, да, еще с вами ребята? Да, конечно же. Целый ансамбль. Как сказать, это наш бриллиант, без которого мы не можем. Юрий Поляков. Блестит так же, как бриллиант, вы видите. Блестящий. По порядку представляем Вячеслав Пантелеев гитара, Андрей Соловьев бас-гитара и наш аранжировщик, и Владимир Водошенко ударный. Ну, Слав, знаете, я хочу сказать, что практически вот Юра и Андрей — это постоянные гости моей квартиры. Ну, вы знаете, дорогие друзья, я забыл сказать, что потому как у нас такие большие сегодня гости, пришлось немножко улучшить свои квартирные условия. И за счет ваших средств вот мы купили еще одну большую-большую квартиру, которая называется «Олдман». Ну, это не значит, что здесь все «Олдман», здесь прекрасные люди и в прекрасном возрасте. Вот так. Ну, и, в общем-то, поэтому квартира превратилась вот в такую очень большую квартиру. Ну, а остальные ребята, вот которых назвал Слава, в том числе и «Квартет премьер», в гостях впервые. Вот, Слава. Ну, давайте тогда что, побеседуем, пошутим? Да, нам будет приятно. Мы можем рассказать много интересного. Много. Слава, слушай, ну, давай, я так понял, у вас есть лидер? Давайте начнем с этого. Что касается лидера, нет. То есть у нас каждый выполняет в коллективе какую-то функцию. Это было изначально. Каждый за что-то отвечает. И это, наверное, хорошо, что у каждого есть свои задачи, есть цели. И поэтому у нас все лидеры. Слава, ты знаешь, вам уже 15 лет, правильно я говорю? Да, в прошлом году мы. 15 лет – это, знаешь, я чуть не сказал, вчера был день милиции, день силовых структур. Я чуть не сказал, 15 лет – это срок. Но это действительно большой срок, понимаете. И, знаешь, вот ты сказал про функцию каждого. Мое первое знакомство с вами было, знаете, когда, я вам скажу, ребят, это было на свадьбе, каждый выполнял свою функцию. Один был на звуке. На свадьбе? Один снимал, другой пел, ну и так далее, ребят. Ну, это как без этого, ну как… Ну, конечно, это тоже командная работа. Да, это командная работа, вы даже там, вне основной своей работы, вы все равно вместе получаете, знаешь. И возникает вопрос, как вам удалось вообще 15 лет быть вместе, и не было ли мысли, как бы, каждому начать свою сольную карьеру? Да, многие задают вопрос, что 15 лет, и уже пора быть кризису, но, слава богу, у нас пока такого нет, наверное, потому что мы видим цели и задачи, куда стремимся. И потому что у нас паспорта не у нас на руках. А, понятно. То есть все-таки продюсер здесь имеет место быть. А кто у вас продюсер? Кстати, продюсер Филармония, Омская Филармония, наш самый лучший продюсер. Поэтому, друзья, хотите... Я даже знаю, кто продюсер самый главный, генеральный продюсер. Да, хотите раскрутить свою команду, срочно в Омской Филармонии прослушивайтесь. Но это не просто так. Я вспомню, как у нас это было 15 лет назад. Мы прошли не одно, а несколько прослушиваний в Омской Филармонии. И, как говорится, нас сразу же в бой, сразу же на концертную площадку, где, в принципе, мы и показали свое мастерство перед высокими людьми из Словении, правильно? Из Словении, Польши. То есть были делегации, где мы уже представили свое мастерство. У нас не было названия у коллектива. И тут оно появилось, никто нас не спросил, и нас обозвали премьером. Спасибо, Омская Филармония. А, кстати, кто обозвал? Омская Филармония. Омская Филармония. Я почему-то, знаешь, вы же возникли, как раз тогда еще были бойс-бенды наши, да, премьер-министр, это не оттуда пошло? Это вот, что касается смысла коллектива, да, вообще, уже был хор турецкого, и все говорили, почему у нас в городе нет такого мальчикового коллектива, который поет акапелла, который поет другой репертуар. Ну, и вот мы объединились. Мы изначально друзья. Как мы появились? А у меня... Другая информация? Нет, у меня другая информация. У меня другая информация, что Медведев проплатил-то, в общем-то, все, я сказал, ребят. Нет, 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 такого не было. Если бы. Не было? А, ну. Поэтому мы вместе учились, после чего вместе прослушивались, дружили и тем самым объединились, потому что многие спрашивают, почему 15 лет вместе? Наверное, все-таки дружба нас связывает и помогает нам жить. Ты знаешь, вчера мы разговаривали с очень хорошим человеком, да, дирижер приезжал из Москвы, и он напомнил одну, говорит, недавно был юбилей у Александры Пахмутовой и Добронравова. И Добронравова, у него спросили, в чем секрет вашего вот долголетия и совместной жизни, да, за 90 лет. Он говорит, это, знаете, секрет очень простой, нужно просто всем смотреть в одну сторону. Поэтому вы смотрите все в одну сторону, идете в правильном направлении, и я так понял, что в одиночное плавание вы не собираетесь. Мы не собираемся, но мы все равно развиваемся. Что касается программы Омской филармонии, у нас у каждого есть. Я говорю об одиночном, об одиночном, то, что вы делаете, хотя у вас есть программа и сольная. У нас есть сольная программа, я про это говорю, что все равно... Вы не ревнуете друг друга? Нет, мы наоборот. Сольная программа, это же как любовница, понимаешь? 15 лет в браке тяжело прожить. Знаете, кто нас объединяет? Это наши музыканты, которые в каждой сольной программе с нами. Вот они, в тылу. То есть заградотряд такой. Который всегда живой, который нас объединит. А здесь мы позволяем себе поиграться в репертуар, в различные песни, попробовать на себе различные стили. И при том, наверное, это помогает нам еще как коллективу развиваться. Ну здорово, Слава. Все-таки одиночного плавания такого глобального у вас не предвидится. Но все-таки я, наверное, приглашу поплавать немножечко, попутешествовать. И не замахнуться ли нам? Да, на великое. Дорогие друзья, ну и произведение это, которое любимое не только вами и мной, еще любимое произведение Славы. У него была программа такая, и она еще будет повторяться из репертуара Муслима Магомаева. Мы сейчас отправимся с вами на море. О море, море! Муслим Магомаев. Море вернулось, гором пчаек, Песни прибоя рассвет пробудил. Муслим Магомаев. 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 Грустные звезды сквозь синюю вечность, Сквозь синюю вечность летят до земли. Море навстречивает грустные сказки, На синих ладонях несет корабли. О, море, море, неданым села, Ты ненадолго подаришь прибой. В море возьми меня в дальние дали, Парус валы вместе с собой. В море возьми меня в дальние дали, Парус валы вместе с собой, С собой, с собой возьми Парус валы вместе с собой. Ну, это действительно было потрясающе. Синяя вечность, эта песня действительно вечная. Слава, спасибо большое. Ну, Александр Курманов, вопрос к вам. Да, да, я здесь. Саша, тебе говорили когда-нибудь, Что ты очень похож на Андрея Миронова? Ты знаешь, Валера, ни разу не говорили, Ты первый. Ни разу не говорили? А я тоже так не говорил, Так написано в сценарии. Ну, какое-то сходство есть, наверное. Ну, глаза, наверное, я не знаю. А кто сказал, что он похож на Миронова? Ты сказал, вон сидит еще один член продюсеров Из совета директоров. Саша, ну, может расскажешь немножечко о программе, Которая предстоит? Да. Или это неинтересно? Может быть расскажешь? Как хочешь, если хочешь расскажу. Могу что-нибудь другом рассказать. А как ты попал вообще? У вас прослушивание было? Да, попал в филармонию. Нет, в премьер. В премьер. Вас прослушивали? Саша, не рассказывал. Не рассказывал? Нет, да. Хорошо, это жизнь моя кинематографа. Все, давай. 11 декабря состоится премьерная программа «Жизнь моя кинематограф» на песни Андрея Миронова. В составе… Ну, это сольная программа, да? Это сольная моя программа, да. Но там очень много будет еще дуэтов вместе с Вероникой Бартеневой, солистка «Умской филармонии». Знакомая фамилия. Где-то я не слушал. Известная в городе. И также будет состав, точнее не так же, а основной состав, который участвует во всех других проектах. У каждого из нас есть сольные проекты. Это трио Юрия Полякова. Ну, Юра, ты прямо на расхват. Ну, с тобой квартирник-то был, но еще он не последний. Специальный гость программы у нас будет Владимир Мельников и Геннадий Хабенский, кстати. Ну, Геннадий Хабенский, да, его нужно приглашать, потому что в каждой программе должен быть хороший еврей. Да, вот в нашей программе хороший еврей. Саша, это залог успеха. У нас их два, получается, будет. Мы поэтому его пригласили. Ну, немножко о программе. То есть прозвучат песни из известных кинофильмов всех времен народов. Это «Двенадцать стульев», «Обыкновенное чудо». Какие еще вы знаете фильмы с Андреем Мироновым? «Бриллиантовая рука», вот подскажут. Нет, у него много там, вот «Блондинка за углом», я знаю. Там, кстати, он тоже поет много. И вот один из последних фильмов, как называется, господи, «Человек с бульвара». Да, «Человек с бульваром». Да, «Человек с бульваром». Это, по-моему, все. «Синема». «Синема», а, «Синема». Почему именно Андрей Миронов? Идея пришла к Елене Комаровой. Это наш… Ну, она прям брызжет. Вдохновитель, да. Брызжет. И почему Андрей Миронов именно у меня? Я скажу, потому что ты на него похож. Да, это второе. Потому что Елена Комарова решила, что так будет. И, на мой взгляд, удачное совпадение. Потому что мне этот человек, как артист, как актер, как музыкант очень симпатизирует. Хотел бы сказать, что это уникальный человек. И повторить то, что он сделал и что он делал в то время невозможно. Я не собираюсь его повторять, копировать. А не нужно, не нужно. Надо оставаться самим собой, но просто своя трактовка это, мне кажется… Да, именно поэтому у нас будут все песни, которые звучат в программе, они будут именно в немножко такой своеобразной трактовке, не похожи на то, что пел Андрей Миронов в моем видении. Ну, мы, может, тогда… Мы, может быть, подарим одну песню, так, знаешь, такую, для затравочки для наших слушателей. Ну, мы специально подготовились. Хорошо, тогда мы… Сейчас исполним. Дорогие друзья, ну и с удовольствием представим вашему вниманию песню из будущей программы Александра Курманова «Жизнь моя» кинематограф «Полюбите пианиста» из репертуара Андрея Миронова. Но, знаете, я бы хотел связать ее еще с одним большим праздником. 8 ноября был день пианиста. Поэтому давайте «Полюбим пианиста» вместе с вами. Полюбите пианиста Полюбите пианиста Хоть он с виду неказистый Не имеет звания до сих пор Не спешите расставаться Жиль полна импровизаций Гениальным может быть топерт Черных клавиш, белых клавиш Все, что было, не исправишь Он еще не рифтер и не лист Полюбите пианиста Быстро-быстро, очень быстро Современная музыка и девиз Но однажды вдруг возникла Чемпионка мотоцикла Забежала в зал без всяких дел Жми пианист Пой пианист Плачь пианист Ты взял приз Полюбите пианиста Быстро-быстро, очень быстро Современной музыки и девиз И летел на рояле Нажимая на педали У рояля есть одно крыло У рояля есть одно крыло Все машины подстали Цемпионы все отпали И летел на рояле Над лесами и над полями Жми пианист Пой пианист Плачь пианист И взял приз Полюбите пианиста Быстро-быстро, очень быстро Современной музыки и девиз Полюбите пианиста Закажите в вальс метиста И летайте ночи напролет Не спешите удивляться Жизнь полна импровизаций С ней в оркестре кончится полет Саша, ну, настала очередь поговорить с тобой Давай попробуем Ну, ты знаешь, прежде чем поговорим о каких-то твоих личных вещах Я просто расскажу ребятам Что касаемо квартирника Меня спрашивают часто У вас хобби есть? Да, мы собираемся иногда Репетируем И говорят, как там соседи на это реагируют И я говорю, знаете, мои соседи Слушают хорошую музыку И не важно, мне нравится это или нет Вот, это мое хобби А у тебя есть хобби какой-нибудь? Что ты любишь? Я все люблю Александр просто скромный И я расскажу о нем Кстати, это самый лучший филармонический Дед Мороз Вот так Кто не знал Так что, у кого есть желание Александра увидеть в этой роли 8-900-4 Да, 8-900-4 К кому нужен Дед Мороз? Нет, нет, нет Скоро Новый год, ребят Конец декабря, начало января У нас в филармонии проходят детские программы Подписывайтесь на наш канал Проходите на Александра посмотреть Но на самом деле, что ты не рассказываешь У тебя очень много хобби Ты любишь собирать грибы Кстати, у нас указываешь Я люблю тихую охоту Я уезжаю Владимир мне всегда говорит, возьми меня с собой Отключай телефон Я говорю, не возьму, там клещей очень много Он боится их Поэтому он со мной не ездит на тихую охоту Ты ездишь один Ты любишь одиночество иногда Побыть с собой наедине Ты знаешь, когда заходишь в лес И слушаешь радио И последняя песня, которая у тебя играла в машине Ты можешь полчаса ходить по лесу И оно у тебя все время крутится, крутится Крутится, крутится Жигули эти все крутятся Группа крови На рукаве Это после клещей, наверное Да, это после клещей После клещей много еще крутится Когда крови после клещей Ты ешь анализ Да-да-да-да-да Ну, слушай, возвращаясь опять же к хобби Мы как-то, я думаю, мы этим завершим С тобой Вот, но мы с этого начали Дую на стекло и рисую Песня про рисую У вас есть в репертуаре? Обязательно Может быть, покажем ее Исполнить? Исполнить? Да, Санька, нарисуй чего-нибудь Давай нарисуем Давай сделаем Не только на окне Фонтан и сквер Напротив окна Ты вновь сюда Приходишь одна В окне, будто брами ты Рисую я вновь тебя А рядом с тобой себя Чтоб ты не была одна Одна Я рисую, я тебя рисую Я тебя рисую Сидя у окна Я тоскую по тебе, тоскую Если бы ты это только знать могла Весь мой дом портретами умешат Весь тебя теперь Мне не прожить и дня Смотришь ты, то весело, то нежно С каждого портрета Смотришь на меня Пусть образ твой Гранят года Теперь за мной Ты навсегда Навсегда Ты все поймешь Увидев мой дом Где я всегда с тобою вдвоем На этой стене и той Портреты висят твои И каждый рисунок мой Признание тебе в любви дам Я рисую, я тебя рисую Я тебя рисую Сидя у окна Я тоскую по тебе, тоскую Если бы ты это только знать могла Весь мой дом портретами умешат Весь тебя теперь Мне не прожить и дня Смотришь ты, то весело, то нежно С каждого портрета Смотришь на меня Пусть образ твой Гранят года Теперь за мной Ты навсегда Я рисую, я тебя рисую Я рисую, я тебя рисую Сидя у окна Я тоскую по тебе, тоскую Если бы ты это только знать могла Весь мой дом портретами умешат Весь тебя теперь Мне не прожить и дня Смотришь ты, то весело, то нежно С каждого портрета Смотришь на меня Пусть образ твой Гранят года Теперь за мной Ты навсегда Ты навсегда Ты навсегда И поэтому у нас работает Только Стас Унжаков И то у него все Все фонари на батарейках На батарейках и на кронах Мы бережем Со свечкой Энергосберегаем А сегодня еще Кстати, день Музыки металл Музыки металл Ты металл не слушаешь? Я не знаю, к счастью Или к сожалению Но не увлекаюсь Я слушаю Я примерно знаю А вообще ты музыку слушаешь Вот так вот дома Или тебе так Знаешь, хватает, что Музыку? Да конечно слушаю Все равно и приходится И по настроению Естественно слушаю А какую музыку ты слушаешь? Я слушаю музыку Абсолютно разную По настроению Я даже Начиная от классики Ретро И вот честно скажу Даже заканчивая Современными композициями Поп В этом репертуаре не прозвучало Шансон Это как-то обижаешь Слушайте У нас там много 3 сентября 2 апреля Шансон Шансон есть Только по-французски Шансон вот даже Вова слушал Шансон 3 сентября Французский Не, на самом деле Шансон Почему-то обидели Шансон Назвав его вот каким-то Прям таким словом Вот у всех представлений Шансон это В нашем менталитете Шансон это блатата А Шансон вообще Настоящий Шансон Это кайф Это Зас Это Шарль Азнавур И прочее Потом Сегодня день шоппинга Вы кстати шоппинги, нет? Все мы понемногу шоппинги И день холостяков в Китае Кстати Ну мы не китайцы И тем не менее Ребята, а вы все женаты? Потому что Только я Только Слава женат у нас А, только Слава Нет, я не понимаю Слава только женат Или только холостяк Нет, я шучу У нас Слава только один холостяк 8-900 там Слав Давай Подписывайтесь на наш канал Вячеслав Дюдни И вы можете познакомиться со Славой Более ближе Ссылка в описании Ссылка в описании Ссылка в описании Сегодня еще день рождения Достоевского Оказывается, ребят А он с нами связан здесь Вообще как бы Я здесь сидел Я здесь сидел, да Вот мы сидим сейчас здесь Видишь как сидел А он-то сидел вообще в другом месте Там чуть ли Почти здесь Почти здесь А, вот Юра знает Через дорогу В палате номер 6 Да, здорово День курицы сегодня Поэтому сегодня можно Ребят, слушайте Я тогда задам вопрос Для всех Что Я обычно задаю его Уже в финале нашей программы Что для вас музыка? Ну, для меня музыка Это в первую очередь Настроение Возможность подумать Ну, хорошее Плохое Ну, пособирать грибы Да, она помогает Помогает Да, да Для меня музыка Это релакс Расслабление То есть я могу Выбрать для себя Сегодня одну музыку Чтобы отдохнуть Завтра выбираю другую Чтобы взбодриться Ну, то есть это Какое-то Это из-за разнообразия Да, из-за разнообразия Слава Для меня музыка Наверное, это движение Потому что Если музыка не звучит Ничего не хочется сделать Это однозначно То есть я уже Проверил на себе И особенно Если хорошая музыка Все зависит от темпа музыки Темп высокий И ты начинаешь действовать В голове Для меня музыка Это в первую очередь Жизнь Ну и конечно же Небо Собственно Об этом-то и следующая песня Субтитры сделал DimaTorzok Субтитры сделал DimaTorzok Субтитры сделал DimaTorzok Только небо Только небо никак Субтитры сделал DimaTorzok 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 Как жил бы я на свете Если бы тебя не встретил Если бы на целом свете Только ты мне нужна Ты одна Одна Как жил бы я на свете Если тебя не встретил Если на целом свете Только ты мне нужна Ты одна, одна, одна Дорогие друзья, ну все хорошее когда-нибудь кончается И, к сожалению, сейчас наш квартирник закрывается Но не навсегда Поэтому мы хотим поблагодарить всех, кто поддержал этот проект Спасибо вам, кто не остался равнодушным И, как сказал один великий человек Жизнь без музыки уныла Но музыка без жизни ужасна Субтитры сделал DimaTorzok Субтитры сделал DimaTorzok Субтитры сделал DimaTorzok Дорогие друзья, сегодня в гостях у меня были группа премьер Вячеслав Тютнев Мы говорим вам до свидания И приглашаем вас на мега-квартирник Омский зал Концертный зал Омской филармонии Который состоится 21 января Будет весело Будем шутить Будем разговаривать Будем слушать хорошую музыку Ну и продолжать жить и радоваться Берегите себя Группа премьер Юрий Поляков И Валерий Перминов До свидания Субтитры сделал DimaTorzok Субтитры сделал DimaTorzok